Дачный сезон открыт. Пытаясь потушить пожар, в Нижнекамске заживо сгорел мужчина. Ничего святого! Пьяная женщина сожгла 15 могил. Травили бы и дальше. В Казань ликвидировали крупномасштабное производство суррогатного алкоголя. В Нижнекамске во время пожара погиб местный житель. Трагедия произошла в одном из садоводческих товарищств. Дом вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В этот момент на участке находилась супружеская пара. Как рассказала пострадавшая, примерно в 5 часов вечера они решили высушить белье. Для этого воспользовались электрообогревателем. В итоге о нем совсем забыли, а через 4 часа произошло возгорание. 60-летний хозяин сначала попытался потушить огонь, затем влез в горящий дом за документами, что и стало его главной ошибкой. Собственник садового дома был госпитализирован с многочисленными ожогами, где в реанимации скончался. В набережных Челнах пьяная женщина сожгла 15 могил. Инцидент произошел 1 мая на кладбище Молодежное. Женщина решила прибраться на могиле родных, причем не одна, а с компанией друзей. Она собрала прошлогоднюю сухую траву и подожгла ее. Огонь перекинулся на соседнее захоронение, которые в результате были сожжены. Однако пожар никого не смутил. Компания продолжала выпивать на пепелище. Судя по видеоролику, женщина не сожалеет и произошедшим. Друзья смеются на случившемся, нецензурно комментируя ситуацию. Разруха. Вышел на земле. Это Катька прошла, а тут это Кракен. Вот она. Она сеет ужасно зимой. Она хуже, чем татар-монголы. Она все жжет, она даже кладбище не жалеет. Я представляю, что она живыми делает, раз она так покойников не любит. Полицейские вне ведомственной охраны набережных Челнов задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В одном из общежитий поселка ГЭС на лестничной площадке между двумя мужчинами произошла поножовщина. Стражи порядка задержали 45-летнего жителя соседнего дома. Как оказалось, несколькими часами ранее он в компании 38-летнего потерпевшего распивал спиртные напитки. Во время беседы между ними возник спор, и мужчины подрались. В пылу ссоры 45-летний житель набережных Челнов схватился за нож и ударил им приятеля. С ранением плеча пострадавший был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Подозреваемый в содеянном сознался, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суровый разбойник. В Казани, в одном из круглосуточных продуктовых магазинов на улице Серова, произошло нападение с топором. Неизвестный, разбив витрину, проник в магазин и стал угрожать продавщице холодным оружием. В итоге нападавший схватил всю выручку из кассы, несколько бутылок спиртного и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто опознал нападавшего, стражи порядка просят обратиться по телефону 02, а также по телефону, указанному на экране. Конфиденциальность гарантируется. В набережных Челнах полицейские задержали группу людей, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Вглядитесь внимательно в эти фотографии. Если вы, ваши родные, близкие или знакомые пострадали от преступных действий данных лиц, обращайтесь по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Полицейские разыскивают еще одного любителя угрожать топором. Разбойное нападение произошло на одной из автозаправочных станций в казанском поселке Залесный. В помещение ворвался мужчина. Угрожая кассиру, злоумышленник похитил из кассы чуть больше 16 тысяч рублей и скрылся. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый в налете на автозаправочную станцию в Залесном совершил аналогичные нападения на улице Горьковское шоссе. Тогда, угрожая ножом, мужчина похитил из кассы около 50 тысяч рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан провели крупномасштабную операцию по ликвидации незаконного производства алкоголя под брендами известных республиканских товаропроизводителей. Имеет признаки фальсифицированного изготовления, о чем свидетельствует отсутствие склад-марки, то есть информации о складе, который непосредственно реализовал данную вводку. Наклейки, пузыри вот эти все. Оперативные мероприятия проводились одновременно в нескольких районах Казани. В результате оперативники изъяли свыше 1 тысячи литров фальсифицированной алкогольной продукции. Оперативники выяснили, что сырье для производства, а именно технический спирт, подозреваемые приобретали в одном из соседних регионов. Затем спирт смешивали с водой, разливали, упаковывали и избывали оптовикам по ценам в два раза ниже рыночных. Производством и реализацией фальсифицированной продукции занимались несколько местных жителей. Полицейские провели контрольную закупку контрафакта. В результате экспертиза установила, алкоголь не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Если правоохранительные органы не сумели бы задержать алкопроизводителей, то суррогата в продаже могло бы быть гораздо больше. Было изъято оборудование, предназначенное для изготовления и закупоривания суррогата. Около полутора тысяч литров спирта, а также почти три тысячи стеклянных бутылок с различными этикетками. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Футбол досматривали в отделении полиции. В Казани во время проведения футбольного матча Кубка России задержали двух болельщиков ЦСКА. Дело в том, что фанаты армейцев находились неподалеку от стадиона «Казань-арена» в состоянии алкогольного опьянения. В отношении болельщиков составлен административный протокол по статье, который предусматривает наказание от 500 рублей штрафа до 15 суток ареста. Один из болельщиков отказывается признавать свою неправоту. Всего в течение дня сотрудники полиции задержали четверых нетрезвых болельщиков. Матч, как сообщает прислужба МВД Татарстана, прошел без происшествий. Стоит ли оно того? В ходе проведения операции «Нерес-2016» участковыми, уполномоченными отдела полиции Камских полян на разливе Камы задержаны местные жители. Мужчины осуществляли лов рыбы, перекрыв разлив реки сетью, длина которой 30 метров. К браконьерствам задержанные промышляли на резиновой лодке, они нарушили правила рыболовства. В итоге полицейские изъяли у них резиновую лодку, сеть и четыре карася. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У меня на этом все. С вами был Альберт Меншин. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Немного о погоде на пятницу. В студии Анна Дочкина. Здравствуйте. Существенно потеплеет. В течение дня воздух прогреется до плюс 17. Ближе к вечеру не исключается дождь с грозой. Ночью будет около плюс 10 тепла. Это потепление не окончательное, поскольку май – сложный переходный месяц, который может приносить как летнее тепло, так и возвращать почти зимние явления погоды, то майские похолодания бывают сильными и воспринимаются очень острым. Поэтому в середине месяца стоит все-таки ожидать понижения температурного фона. Связывают это еще и с цветением черемухи, хотя с таким же успехом можно назвать похолодания березовыми, тюльпановыми или, как вариант, первомайскими. У меня на этом все. Увидимся. Нефтехим. Медиа. Новая новостная лента в сети интернета. Медиа НКНХ. РУ. Важная информация из различных сфер жизни. Общество, политика, криминал, культура, экономика, спорт, наука и медицина. Все, чем живет город и что волнует нижнекамцев. Обсуждение, комментарии, форум. Медиа НКНХ. РУ. Достоверно, оперативно, всегда рядом. Субтитры создавал DimaTorzok